Здравствуйте! На портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня у нас такой вопрос. Как стать алтарником? Спрашивает один из наших зрителей. Вообще, надо сказать, что алтарник — это церковнослужитель. То есть все люди, которые принимают участие непосредственно в совершении богослужения, не просто молящиеся в храме, а заходящие в алтарь, откуда и слово «алтарник», ходящие со свечой, выносящие кадила, совершающие таинства, называются священнослужителями или церковнослужителями. При этом епископы, священники, диаконы называются священнослужителями, а параэкклесиархи, кандилов, сжигатели и все прочие красивые слова, которые объединяются в простом русском языке словом «алтарник», называются церковнослужителями. К ним же относятся еще и певчие. В случае, когда общество было разделено на сословие, то все священные церковнослужители относились к так называемому духовному сословию. И в наше время, когда сословности у нас в жизни фактически нету, алтарником, так же, как и священнослужителем, в принципе, может стать любой человек. То есть, если раньше, если ты родился в духовном сословии, то ты так или иначе всю свою жизнь потом с этим сословием ты становился либо церковнослужителем, либо священнослужителем. А если уж ты не родился в этом сословии, то ты фактически без применения особых усилий и не мог стать ни церковнослужителем, ни священнослужителем. Сейчас это не так. Сейчас для любого человека, как из семьи священника, открыты варианты, не связанные с церковным или священнослужением, так и для любого человека, не родившегося, наоборот, в семье священной или церковнослужителя, вполне доступны такого рода служения. Единственное, что я хотел бы напомнить, что Господь прямо говорит своим ученикам, не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть одного нашего желания оказывается мало. И еще я хотел бы прочитать слова послания апостола Павла к эфесянам. Это четвертая глава. Апостол Павел пишет, «И он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Тело Христова, как апостол Павел чуть ниже объяснит, это церковь. То есть для служения в церкви Бог поставляет своих служителей, которых мы называем церковнослужителями, или священнослужителями. То есть не мы сами выбираем этот путь, но он выбирает нас. Это касается как призывающей благодати, когда Господь в сердце того или иного человека как бы зажигает этот огонь стремления и желания послужить ему не просто, а послужить ему в качестве церковной или священнослужителя. Если мы говорим сейчас про алтарника, то послужить в качестве алтарника. И это желание само по себе является благим, хорошим и добрым. Апостол Павел пишет в другом послании, что «аще кто епископство желает», то есть не только служение алтарника, а высшего церковного служения епископства, тот добра желает. То есть само по себе это желание добро или благо. Единственное, что в этой ситуации не стоит идти на пролом, требовать, настаивать, пробиваться. Это свое желание вы вполне можете изложить, допустим, настоятелю вашего храма. И сказать ему, батюшка, вот в сердце моем есть такое желание, я хотел бы алтарничать. Может быть, вам нужна какая-то помощь. Может быть, если ваше сердце смиренно, вы сначала предложите помощь необязательно в алтаре. А в храме всегда есть необходимые работы, которые вы могли бы совершить, начиная с того, что какие-то работы там непосредственно в храме, на территории, помочь убраться, помочь приготовить храм к празднику, может быть, еще что-то. То есть вы покажете не просто свое желание ходить в воскресенье со свечкой в красивом стихаре и радоваться, какой вы замечательный и красивый, а желание послужить Богу в том качестве, в котором сам Бог вам определит. И в этом смысле, понимаете, когда мы просимся на церковное или священнослужение, мы говорим, господи, вот у нас, мы хотим вот что-то тебе, для тебя сделать. Не потому что там стихарь красивый, не потому что свечка здорово горит, не потому что, если речь идет о молодом человеке, я правда не знаю, кто задал этот вопрос, все девушки в храме будут на тебя смотреть, какой же ты красивый в этом замечательном золотом стихаре, а потому что ты хочешь Богу послужить, не просто стоя и молясь, а еще что твоя душа еще требует что-то сделать. Вот поэтому я и советую человеку, который хочет стать алтарником, попытаться что-то сначала сделать для Бога не через алтарничание, а через какие-то, может быть, присоединиться к делам милосердия вашего прихода, может быть, к делам какой-то помощи непосредственно храму, как я уже сказал. То есть попытайтесь бачкать, батюшка, вот у меня есть, допустим, какое-то время, пусть его совсем немножко, я могу что-то сделать. Может быть, окошки в храме помыть, может быть, есть, где какие-то гвозди заколотить или шурупы закрутить, вот, если что, батюшка, вот рассчитывайте на меня, обращайтесь ко мне. Может быть, есть какие-то дела в приходе, которые я мог бы тоже помочь вам сделать. Может быть, нужно расписание распечатать на принтере, может быть, нужно... То есть объясните священнику свои возможности, что конкретно вы можете, в чем конкретно можно на вас рассчитывать. Кроме того, можете не скрыть от него, может быть, не сразу, свое искреннее сердечное желание послужить Богу еще и в качестве алтарника. И если алтарь вашего храма не переполнен, а это уже как бы не от вас зависит, то, я думаю, для увеличения красоты богослужения священник, может быть, через какое-то время, узнав вас поближе, может быть, он знает вас уже и так, может быть, по исповеди знает, по каким-то разговорам, предложит вам действительно помочь и на службе в алтаре. Но хочу напомнить, что особенно молодым алтарникам, за которыми я уже очень давно в самых разных ситуациях наблюдаю, служение алтарника — это не ваша привилегия, это ваша обязанность. Поэтому, когда молодой человек, или даже не очень молодой, уже получив благословение, получив разрешение быть алтарником, начинает опаздывать, например, к службе. Это совершенно немыслимая и неправильная ситуация. Алтарник — это тот, кто первым приходит до священника, до диакона, тот, кто приходит, когда еще в храме никого нет, для того, чтобы зажечь лампады, для того, чтобы приготовить все необходимое для службы. А уходит он последним, потому что и в алтаре нужно убраться и все, так сказать, приготовить, опять-таки, к следующей службе. Поэтому это не просто, как я уже сказал, выйти со свечкой в самый торжественный момент богослужения. Это серьезное служение, значительная часть которого просто скрыто, даже от глаз обычных прихожан, даже не происходит во время самого богослужения, происходит до начала или после окончания. Кроме того, тех, кто выполняет подобного рода послушание, алтарников, священник достаточно часто, если есть такая возможность, будет привлекать и к разного рода миссионерским занятиям и, может быть, беседам с людьми, готовящимися к крещению. То есть для того, чтобы быть алтарником, по-настоящему, по большому счету, необходимо не просто иметь выправку кремлевского курсанта, хотя это тоже крайне желательно, но и знать основы вероучения. На вас смотрят люди, приходящие в храм, они могут подойти к вам с вопросом. И, конечно, не нужно брать на себя давание личных советов, но уметь, по слову апостола Петра, всякому вопрошающему тебя о твоем уповании, дать ответ скротостью и благоговением.